Новости Забайкальского края, Бурятия, Иркутской области, Калмыкия, Китая, Монголии и Якутии. Вновь в эфире это программа «Восточный альянс». В студии для вас работает Дарья Пьянникова. И сейчас я познакомлю вас с новостями Забайкальского края за минувшую неделю. Здравствуйте. 16 января международные грузоперевозки с Китаем возобновились. Ограничения, вызванные пандемией и коронавируса, заметно ослабевают. С понедельника режим перецепки большегрузов снят, а значит дальнобойщики смогут работать как прежде. Жители поселка Забайкальск уже готовятся и к открытию границы для туристов. Оживились владельцы гостиниц, рынков и кафе. Более того, некоторые уже начали увольняться с официальной работы, чтобы вернуться к частному извозу или поиску так называемых кэмэлов. Подробности смотрите в специальном репортаже моего коллеги Григория Анипера. 16 января наша съемочная группа проводила за границу с десяток фур первопроходцев. Разумеется, водители еще не могут оценить, насколько улучшился процесс. Главные изменения произошли в Китае. У нас все по-прежнему. Около 20 минут на проверку и оформление пустого транспорта. И в добрый путь. Очередь при въезде на МАП теперь не пугающе длинная, а живая и всем понятная. Отмена режима перецепки позволит увеличить количество въезжающих на территорию Российской Федерации груженных транспортных средств. Тем самым увеличится количество импортируемого товара, снизятся временные финансовые затраты для перевозчиков. Местные жители приграничного Забайкальска. Вот кто уже оценил снятие части ограничений. Первыми оживились водители туристических автобусов, которые, кстати, уже пересекают границу. Но пока только с гражданами Китая и россиянами с визами, которые едут в Поднебесную по работе. Поедут туристы, поедут народ. У нас, как говорится, работа появится. Ну, как, большие плюсы в этом. Как бы у нас народу было больше, конечно. Как бы, что еще сказать? Перед закрытием. Ну, да, было хорошо. У рабочих мест было больше. И народу больше. Плюсы действительно весомые. Работники кафе и гостиниц тоже соскучились по большому потоку туристов. И с нетерпением ждут гостей. За три года их поток заметно спал, делится администратор отеля Татьяна Заварзина. Да, конечно. Я думаю, это очень важно, что, во-первых, открывается этот поток, что начнется движение какое-то. Это, во-первых, для самого ПГТ важно будет. Для рынка, который здесь находится, также будет очень важно. Я думаю, что в дальнейшем также откроется для туристов то же самое. И, ну, как бы, я думаю, да, что это все в лучшую сторону. В случае, если граница для туристов действительно откроется в самое ближайшее время, местные планируют даже увольняться с официальной работы, чтобы вернуться к частному извозу или поиску кэмэлов. Три года назад такой заработок слегка перекрывал все нужды. Даже есть у меня такие знакомые, что, когда закрыли границу, они, да, им действительно пришлось устраиваться куда-то на работу, работать, деньги зарабатывать как-то нужно было. А сейчас тоже многие говорят, что если откроется граница, соответственно, они возобновят заезды в КНР. С 8 января границу пересекли почти 700 человек. Из них большая часть – это граждане Китая и только около 20 россиян. В основном граждане выезжают по рабочим делам, по рабочим. Кто-то возвращается, студенты с учебы, кто-то ездит, чтобы посетить своих родственников. То есть три года была граница закрыта, люди возвращаются к семье. До пандемии коронавируса границу в день могло пересечь до 3000 человек. Сейчас работники таможни уверены, если Китай в скором времени снимет все ограничения, количество туристов может кратно увеличиться. Осталось дождаться решения с той стороны. Григорий Анипер, Антон Носов, Восточный альянс, Забайкальский край. К другим новостям. От оскорблений до причинения реального ущерба и нанесения тяжких телесных повреждений. Желая помогать людям, врачи часто не осознают, что каждый день, приходя на работу, рискуют собственной жизнью. Особенно опасная работа медицинского персонала становится в период новогодних праздников, когда к человеческой агрессии добавляется еще и алкоголь. Как справилась с новогодним периодом служба скорой медицинской помощи в Забайкальском крае, узнавали мои коллеги. И врач им не указ. Согласно статистическим данным, по количеству нападений на медицинский персонал в 2022 году лидировал поселок городского типа Ксеньевка, где еще в декабре 63-летняя пенсионерка решила расправиться с участковым терапевтом не только на словах, но и с помощью ножа. В остальных районах края случаи оскорбления медиков тоже не редкость, но в новогодний период такие ситуации кратно возрастают. И первыми весь негатив от проблем со здоровьем и неудавшихся праздников чувствуют на себе работники скорой, на которых в это время ложится основной поток обращений. В сутки сюда поступало до 700 вызовов. Много людей, которые находились в состоянии алкогольного пьянения, пользовались нашей службой. Естественно, когда бригада приезжает на какой-то вызов с небольшой, может, задержкой, потому что, учитывая большую обращаемость, население на станцию скорой медицинской помощи проявляет агрессию к сотрудникам. Из года в год ситуация повторяется. Угрозы бывают самые разные. Кто-то в порыве злости обещает расправиться с самими работниками, кто-то причинить ущерб автотранспорту. Был случай в новогодние праздники. Родственники пытались спустить своих собак на приехавшую бригаду скорой помощи. Бригады, естественно, постарались с такими индивидуумами не связываться и покинули место вызова. Но иногда покинуть место вызова просто не представляется возможным. Тогда медицинским работникам самим приходится обращаться за помощью и вызывать сотрудников Росгвардии. Для этой цели в Забайкальском крае более 40 автомобилей скорой медицинской помощи оснащены специальными кнопками тревожной сигнализации. С начала этого года было зарегистрировано уже два случая оказания помощи работникам скорой медицинской помощи сотрудниками Росгвардии. Один из случаев произошел в поселке Восточный, где мужчина вызвал скорую помощь своей жене. Работники прибыли, оказали эту помощь. Однако мужчина по каким-то причинам не захотел выпускать их из дома. И тогда медицинские работники нажали кнопку тревожной сигнализации, и экипаж вне ведомственной охраны прибыл на помощь. Нынешние праздники еще раз доказали. Алкоголь кратно увеличивает агрессию. Но, несмотря ни на что, забайкальские медики осознают важность своего труда и надеются на то, что жители нашего края смогут относиться к их работе с большим уважением и пониманием. Екатерина Пешкова, Вера Осадулина, Даниил Ботвинский, Анатолий Тюльнев. Восточный альянс. Забайкальский край. Это были новости Забайкальского края. Увидимся уже на следующей неделе. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Улан-Удэ. Восточный альянс. Во всех приютах. Для чего это нужно, расскажем далее. Сколько у вас на сегодня собак содержится и есть ли еще свободные места? На сегодняшний день содержится 2017 особей у нас в приюте. Свободные места пока на 500 дополнительных особей уже готовы, в принципе. Именно сюда, в приют Ананда, свозят собак все компании, которые занимаются отловом животных в нашем городе. Четвероногие проходят процедуру стерилизации и вакцинации. Раньше для идентификации использовали бирки. Теперь же обязаны ставить чипы. В случае, допустим, если мы ставим бирочку, это немножко болезненная процедура. И она, ну, как бы, в случае, если вдруг они подрались еще что-то, ну, или просто она может выпасть. А чип в данном случае находится подкожно, никуда он надевается. И эта процедура менее болезненная. Животное даже не почувствует. И то, что болезненных ощущений меньше, не единственная причина. Если раньше у нас было только биркование, и у нас были случаи, когда уже бирки отпадают или теряются, то в данном постановлении мы внесли как раз-таки изменения, что все особи будут и чипироваться, и бирковаться. Еще одна проблема бирок – их номера могли дублироваться. Теперь ввели единый перечень по всей России. То есть, повторов точно не будет. На каждое животное в приюте заводят карточку. Это целое досье с фотографией. С адресом отлова, место отлова, возраст, пол, окрас, ну, то есть, вся информация. До этого было только номер бирки, по которому мы идентифицировали животное. В этом году закон поменяли, внесли изменения, и теперь дополнительно вводим каждой собаке чип. Новые правила касаются не только компаний, которые занимаются отловом, но и частных приютов. Таких в Бурятии четыре. К примеру, в «Надежде» уже прочипировали всех животных. С помощью чипов можно не только опознать собаку, но и отследить ее передвижение. К слову, домашних питомцев изменения пока не касаются. Ася Касьянова, Восточный альянс, Бурятия. Изучают бурятский язык и сами снимают ролики. В одном из детских садов города появилась своя видеостудия. Она помогает малышам больше узнать о культуре и традициях родного края. Ребятишки из детского сада «Строитель» водят йохар. Причем в настоящей юрте. А еще эта юрта является видеостудией для передач. Интерактивную детскую студию с оборудованием для съемок закупили на средства гранта. Детский сад «Строитель» стал победителем республиканского конкурса проектов, направленных на расширение сферы применения бурятского языка. Дети в такой юрте имеют уникальную возможность погрузиться в культуру и историю бурятского народа. Проект был рассчитан на то, чтобы создать мультимедийную студию «Ахэнгургал». Вместе с детьми снимаем видеоролики. И эти видеоролики рассчитаны на то, чтобы они могли посмотреть эти ролики младшие дети и обучаться. А это идет урок бурятского языка в 11-й моногруппе. Развитие речи дошкольников на бурятском языке здесь уделяют большое внимание. Педагоги считают, что оптимальным для освоения любого языка является возраст от 3 до 6 лет. Поэтому для маленьких детей учить язык не составляет труда. И даже песни поют. Родители очень заинтересованы. Сами принимают активное участие, снимают пословицы, сказки, поговорки, выставляют поздравления с Новым годом, с 8 марта. Таким образом у детей появилась уникальная возможность узнать и изучить культуру родного бурятского языка. Именно социальный проект «Ахынхургал» послужил отправной точкой для создания моногруппы с погружением в бурятскую языковую среду. Теперь дети имеют возможность глубже узнать и изучить культуру бурятского народа. Мария Латышева, Восточный альянс, Бурятия Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Ну а сейчас я передаю слово коллегам из Элисты. Спасибо коллегам и приветствуем всех телезрителей международной программы «Восточный альянс». В студии национального телевидения Калмыкии для вас работает Чингис Тихонов. В рамках заключения социального контракта между Министерством социального развития труда и занятости Республики и жителями Калмыкии мастерская по сварке самозанятого была оснащена современным оборудованием. Все подробности далее в материале Адьяна Бакаева. Батерсон Жураев – сварщик 4-го разряда, со стажем работы более 15 лет. Мужчина рассказывает, что за работу берется с энтузиазмом, несмотря на отношение к опасным и вредным факторам. Более того, мужчина постоянно совершенствует свое мастерство и берется за новые и сложные проекты. В основном у меня для животноводов. Я сам работал после школы, до армии, животноводцы на точке. Знаю, что это тяжелый повседневный труд, особенно зимой. И вот я недавно сварил рулонопогрузчик. Вот началось сейчас, скот кормит, чтобы облегчить труд животновода. Сварил прицеп, который он сам может сгрузить, сам скидывает этот рулон и еще может раздавать. Использование высоковольтного инструмента не просто трудный процесс, но работа связана с высоким риском опасности на производстве. Для защиты от искр необходимы специальные перчатки и маска для защиты лица. Также для комфортной работы нужны хорошие инструменты и принадлежности. Благодаря заключению социального контракта Санжураев получил средства для обновления арсенала в мастерской. Во дворе арбитражного суда стоит скамья примирения. И вот, хотелось бы сказать, у кого такие начнуты отношения, или кто поругался, могут прийти, посидеть на этом скамье примирения, и у вас все получится, помиритесь. За время действия социального контракта в Калмыкии почти 500 семей воспользуются господдержкой. Целью указания государственной социальной помощи является повышение уровня доходов малоимущих граждан за счет собственных активных действий. Получение постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение. Значит, социальный контракт – это соглашение между Центром социальной защиты населения и гражданином, по которому Центр социальной защиты выделяет необходимую помощь. Вот в этом году были изменения, значит, в декабре 2022 года сумма, выделяемая на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, повысилась до 350 тысяч рублей. И вот эта государственная помощь, которую государство выделяет, я считаю, что это необходимая помощь. И люди имеют первоначальную возможность, первоначальный капитал, чтобы открыть свое собственное дело. Сан-Жураев же, в свою очередь, отмечает, что социальный контракт – это эффективная мера государственной поддержки. С обновленной мастерской мужчина продолжит заниматься своим любимым делом, которое обеспечивает ему доход для содержания семьи. Адьян Бакаев, Восточный Альянс, Калмыкия. Это все, о чем мы вам успели рассказать, а сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Восточный Альянс» в студии телеканала «Якутия-24» Сергей Михедов. Сегодня мы расскажем вам о заметных событиях в регионе за минувшую неделю. В центральных районах Якутии ударили морозы под минус 60 градусов. Холоднее всего в Бердегистяхе и Покровске. Сильные морозы сохраняются на большей части республики. На утро 18 января самыми холодными местами оказались центральные районы региона. Там, по данным якутских синоптиков, зарегистрирована температура воздуха под минус 60 градусов. По прогнозу, в Якутске ожидается понижение среднесуточной температуры ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Специалисты советуют в период низких температур особенно тщательно защищаться от мороза, не выходить без крайней надобности на улицу и держать на контроле передвижение детей и людей со слабым здоровьем. Но что делать, если переохлаждение уже получено, узнавала Мария Кардашевская. Более 70% это пациенты, которые получили холодовую травму в состоянии алкогольного опьянения, к сожалению. Ежегодно через руки врачей ожогового центра республики проходит около 200 пациентов с различной степенью холодовой травмы. Большинство из них – мужчины трудоспособного возраста. Врачи предупреждают, что при получении обморожения определить его точную степень и глубину могут только они. Поэтому нельзя заниматься самолечением. Необходимо обратиться к специалистам. Если пациент поступил к нам в первые минуты или часы после получения обморожения, в принципе успешно восстанавливается кровоток. И иногда бывает так, что достаточно глубокое поражение мы можем вылечить. Но это очень много условий нужно соблюсти. Соответственно, да, и правильно оказать первую медицинскую помощь – это очень важно. Давайте заострим на это внимание. И тогда успех лечения, он больше вероятен. Каждый житель Якутии знает первые признаки холодовой травмы – это бледность кожи и отсутствие чувствительности. Однако не каждый знает, как правильно оказать помощь пострадавшему. Самая частая ошибка – попытка растереть или отогреть другими способами. Согревание нельзя проводить растиранием, обтиранием и помещением конечности в горячую воду. Главный смысл в отогревании конечности имеется в виду, он должен отогреваться изнутри самостоятельно. При получении обморожения очень важно помнить, что сосуды становятся хрупкими и ломкими. Поэтому руку ни в коем случае нельзя растирать или шевелить. Достаточно надеть на неё вот такую тёплую отогревающую повязку. В домашних условиях это могут быть одеяло, шарф, шаль. Ожоговый центр является одним из ведущих в лечении холодовой травмы в стране. Наши врачи принимали участие в разработке общенациональных клинических рекомендаций. Благодаря круглосуточной работе телемедицинской точки специалисты оказывают успешную консультативную помощь не только местным коллегам, но и докторам Камчатки, Магадана. Но не стоит забывать, что и они не волшебники. Поэтому необходимо заботиться о собственном здоровье, чтобы не пришлось проверять на себе возможности нашей медицины. Мария Кардашевская, Семён Семёнов, Якутск. В Амгинском районе в селе Покровка третью зиму тестируют дом из соломы. Такой дом из необычного материала построил житель села Михаил Александров. После получения существующих технологий изготовления соломенных панелей в европейских странах и на юге России, Александровы занялись собственным производством, но с учётом экстремальных температур нашего региона. Испытания соломенных блоков проводили в лаборатории СВФУ. Зимовка в этом доме вот уже третий год проходит успешно. При минус 60 температура в доме держится в пределах 20-23 градусов. В этом году завершают научно-исследовательские работы и на базе технопарка планируют презентовать соломенный дом. Во-первых, очень комфортно, просто освещая себя как в очень прочном каменном доме. Во-вторых, и во-вторых, когда мы все узлы, все параметры, все обследуем, выберем подходящие. Мы уже почти всё закончили. Подходящие утеплители по узлам, сами узлы как делать, как монтировать. И он значительно теплее, чем в русовой, ну, традиционный наш в русовой дом будет. Ну, и опять-таки ещё добавлю, что он комфортнее будет. Такими были наиболее интересные темы недели на телеканале Якутия-24. Ну, а мы переходим к международному блоку новостей. В Монголии российские туристы составили около половины всех иностранных граждан, посетивших страну в минувшем году – 145 тысяч из 290. При этом доход туристического сектора составил около 350 миллионов долларов. Для сравнения, в 2019 году наших соседей посетили почти в два раза больше человек. Подавляющее большинство приехали из Китая, а за два последующих года в стране суммарно побывали менее чем 90 тысяч иностранцев. Резкий рост турпотока во многом связан со снятием ковидных ограничений, а также дефицитом предложений по остальным традиционным рынкам. Красные фонарики, вырезки из бумаги, украшения к празднику весны сейчас в Китае повсюду. Возвращению новогодней атмосферы на улице мегаполисов способствуют традиционные ремесла. Искусство создания замысловатых фигурок из растопленного сахара можно проследить на несколько веков назад. Теперь это одно из нематериальных культурных наследий Китая. Али Мэй – признанный хранитель сладкого ремесла. Сахарная живопись очень популярна во время китайского Нового года, особенно среди детей. Многие взрослые приходят на новогодние ярмарки, чтобы познакомиться с этой традиционной культурой. Она приносит мне радость, так как сахар – это сладкий вкус и сладкое искусство. Летящий внешний вид, а также сладкий аромат этим застывшим в воздухе картинам придает хрустящая мальтоза или солодовая патока. Технология ее приготовления – главный секрет этого искусства. Мы проращиваем пшеницу, увлажняя зерна каждый день в течение недели. После того, как ростки достигнут 3-5 сантиметров в длину, мы перемалываем их и смешиваем с клейким рисом, кукурузой или сладким картофелем. Затем требуется процесс ферментации, который длится полдня, прежде чем смесь превратится в сироп. Умелые руки Ли могут создавать более 100 сахарных фигурок в день прямо на глазах покупателей, но намного больше времени отнимает подготовка к представлению. Я могу создать сахарную картину за одну или две минуты, но много времени уходит на то, чтобы сварить сироп, подготовить его к транспортировке и смазать мраморную столешницу. Все это требует времени, так что это неминутное дело. Я трачу гораздо больше времени на домашнюю подготовку. Время, потраченное с заботой, позволяет людям почувствовать атмосферу традиционного праздника, поэтому мастер сахарной живописи из Чунцина надеется передать свое ремесло ученикам, чтобы оно по-прежнему было неотъемлемым признаком китайского Нового года. Теперь дети и взрослые бережно относятся к традиционной китайской культуре, и они действительно восхищаются такими мастерами, как я, и также очень дорожат этим ремеслом. Наша страна также придает ей большое значение, поэтому оно включено в нематериально-культурное наследие. Поэтому я убеждена, что его нужно передавать по наследству. Я хочу передать свои навыки, чтобы они не затерялись в моем поколении. Я хочу, чтобы мир узнал об этом милом искусстве, которое вызывает ностальгию по детству. Редактор субтитров А.Семкин